Всем привет! Это снова Бедняков! И у меня для вас прекрасная новость. Еще одно видео специально под ваш обед. Коротко и вкусно. Ну а если вдруг вы окажетесь на Крите, то сдам вам с удовольствием три интересные точки на самый разный вкус. Приятного аппетита! Начинаем коротенький экскурс в греческую кухню. Все эти непонятные слова начинают вызывать обильное слюноотделение, когда наконец-таки узнаешь, что это такое. Греческая кухня является типичной средиземноморской кухней. Для стран этого региона есть общие элементы, вроде использования оливкового масла, чеснока, зелени, свежих овощей. Но все-таки гастрономические традиции этих стран отличаются. Поэтому средиземноморская кухня — это лишь сборное понятие. При этом кухни этого региона признаны самым здоровым питанием в мире. Известно, что люди в Средиземноморье намного реже страдают от инфарктов, ожирения, диабета, проблем с сердцем, сосудами и давлением. Но при этом никак нельзя сказать, что средиземноморская кухня предусматривает сильные ограничения в еде. Едят они от души. Как, например, в первом ресторанчике из моих рекомендаций. Летняя терраса этого заведения. Есть основной зал, еще он там внутри. Но летка совсем не примечательна. Не так много столов. Находится это прямо на дороге, у дороги. Напротив стройка недостроенная какой-то дом или гараж. Остановка, парковка. В общем, если я проезжал бы на машине, я бы никогда сюда не заехал. Таверна Олекус явно не приглянулась по случайному туристу, но мне порекомендовали ее хорошие люди, за что я им в итоге и отвешиваю земной поклон. Почему? Сейчас покажу. Вначале вам приносят кусочек козьего сыра. Маленький такой, небольшой кусочек, черный хлеб, мягкий, пахучий, очень классный и тарелку салата греческого. Но здесь это греческий салат по-критски, так его называют, потому что сыр здесь не фета. Да, критяне посягнули на святое и сделали греческий салат по-своему. Здесь он состоит из помидоров, листьев салата, лука, сухариков и сыра мизитра вместо феты. Это такой мягкий, козий сыр, иногда овечьий. Чем-то напоминает итальянскую рикотту. Кстати, если вы вдруг еще не посмотрели выпуск о том, как греки трудятся, чтоб вы в отпуске насладились свежим греческим салатом, то не забудьте это сделать прямо сегодня. Нету, нету запаха. Вот если вы там боитесь, когда вам приносят год чиз и говорят, что это год, и вы думаете, боже, он сейчас будет пахнуть козой. Вообще нет никакого запаха, очень приятный такой молочный запах. Какой он свежий, какой он вкусный, ребятушки. Домашняя. На любителя, конечно, сыр, который они добавляют в греческий, я все-таки более привык к фетам. Но этот в принципе тоже очень даже ничего. Но мне лично все равно не хватает вот этой вот солености фета. К сырам в Греции, конечно, особое отношение. Здесь их делают более 50 сортов. Фета, гравьера, мецаван, кефалатири, кассери, манури, ну и так далее. При этом Википедия утверждает, что греки едят сыро больше всех в мире – около 25 килограммов на человека в год. Когда мы приехали сюда первый раз, это было вчера, первым делом попросили меню. Можно меню? У нас посмотрели, как и странно. Вышел парень-официант, говорит, извините, у нас нет меню. У нас здесь своя национальная кухня. Есть ли у вас какие-то аллергия, может быть, на что-то? Может, какие-то продукты у вас не усваиваются? Я говорю, да нет, вроде все нормально. Саня оператор сказал, что он не любит печень. Тот говорит, окей, все, и ушел. Мы сидим. И потом он начал все выносить, порция за порцией, блюдо за блюдом. Дальше вы поймете, что будет еще классное место, необычное, вкусное. Смотрите, что будет дальше. Да, в заведении нет никакого меню. Вам просто вынесут все, что решил сегодня приготовить шеф. При этом я и цену как-то постеснялся узнать, так что с каждым новым блюдом моя тревога росла. И я сразу же заедал ее всем, что давали. Забегая наперед, вам скажу. Небольшой спойлер. Вы останетесь довольны по всем статьям. Самый главный лайфхак, совет для вас. Когда вам выносят первый салат, сыр, хлеб, не наедайтесь, пожалуйста. Дальше выносят. Приберегите силы, приберите патроны. Дальше больше. Следующее блюдо, которое приносят, называют его здесь долма. Сейчас все жители Армении и Азербайджана чуть напряглись. Не только у вас есть долма. Но вот в Греции, смотрите, вот он рис, завернутый в цветок кабачка. Если кабачок есть на огороде, растет. И видите, когда он цветет, появляются такие красивые цветочки желтые. Вот эти цветочки срывают. И вот, пожалуйста, заворачивают в них рис. Выглядит это вот так. На вкус это вкусно, но вот та долма, ваша долма чуточку вкуснее. Только не говорите грекам. А вообще, берите и летите во все страны, где есть долма и сравнивайте. Ведь вы можете себе это позволить. Ведь есть авиабилеты по цене долмы на авиасейлз. Авиасейлз – сервис для покупки самых дешевых авиабилетов. Вот это омлет с кабачками. Вчера, когда мы были, кстати, вот тоже интересно. Вчера мы были, нам приносили шпинат вместо омлета. И мы шпинат не съели. Вот целая порция, мы там попробовали, и он ее обратно внес. Может быть, это связано с тем, что мы как раз шпинат вчера и не съели, он принес сегодня омлет. Следующая, следующая доставочка подъехала. Это свинина. Еще принесли улитки. В Греции очень вкусные, кстати, очень классные улитки. Я потом вам расскажу. Это улитки, а это порк, это свинина. Но я хочу попробовать сначала омлет с кабачками. Немножко, конечно, странно. Сейчас 4 часа вечер и приносят омлет. Омлет обычно – это ассоциация завтрака исключительно. Во всяком случае у меня. Но принесли с кабачком, что бы не попробовать. Это вкусно. Я первый раз ем омлет с кабачком. И это очень вкусное сочетание. Мне нравится. Причем это можно приготовить у нас дома. Вполне. Такой сельский завтрак. Уже и картошку принесли. Тут еще и картошка. Вот такая порция. Вот она, хорошая картошка. Посмотрите. Причем вот картошка как дома. На масле. Такое много масла. Явно не диетическая еда. Но она настолько вкусная. Ну кто не любит картошку жареную? Ну кто? Ты отписывайся от меня. Обожаю жареную картошку. И вот это как раз вкус детства. Жареная на масле. На таком хорошем масле. Ох. Вкуснота. Хотя стоп. Подождите. Картошка пожарена на оливковом масле наверное. Мы же Греции. Значит полезно все. Диетично. Ноль калорий. Максим полторы. Наиболее характерным и древним элементом питания греков является обилие оливкового масла. Оно щедро добавляется практически во все блюда. Греки потребляют свыше 20 литров оливкового масла на человека в год. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте Испания и скромные 13 литров в год. Улитки здесь без всевозможных соусов, когда ты заказываешь во Франции или еще где-то. Здесь все просто. Нет у тебя ни песта, нет ни сырного, нет какого-то чесночного соуса. Нет, чесночный здесь, вот здесь такое маслечко и улавливается чуть-чуть чеснока. Но это все очень в меру. И все это очень вкусно. О, Рэббит, это шикарно. Друзья, кролик, это ух. Ребята, для меня вот это самый главный топ, best of the best в этом меню. В меню, которого нет, этого ресторана, таверны. Это кролик в винном соусе. Он настолько вкусный, он настолько мягкий, он настолько сочный. Божечки, божечки, божечки. Это просто шикарнейший кролик. Сюда можно приехать хотя бы только из-за кролика. Вот когда смотришь на эти порции, которые выносят, понимаешь, что греки любят покушать. Так сесть, покушать. Часика на полтора, уйти в себя. Так. Брэд. Брэд. И маленький кусок. Малый кусок, окей. И вы вкусите эту. Окей. Оливь, да? Это не только оливь. Так. И это... Нет, нет, нет. Сейчас это. Это? Да. Это прекрасно. Хорошо. И также, теперь возьмите эту. Я думаю, что это какое-то особенное. Да? Да, очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Прикольно. Вот местные, я так понимаю, что это местная женщина, она посоветовала просто вот... Ну, мы привыкли, да, там, взять... Ну, я, хорошо, буду говорить за себя. Только мясо на остальное не обращать внимание. Маленький кусочек хлебушка. Макнуть вот сюда, вот в это вот масло, на котором готовились улитки. Съесть. И сразу же макнуть вот в это масло в салате. Вот оно более солененькое и очень классно они гармонируют. Блин, очень круто. Классно. Вот что значит с местными поесть. Бумба. Мала вероятность того, что до этого момента вы еще не будете сыты. Но это и не важно. Ресторан сам решает, что вы будете есть и сколько. Ну и в завершение вам выносят гриль. Мясо. То есть до этого это было так. Чуть-чуть попробовать на один зубок. А вот сейчас уже... Ту финиш. А вот сейчас уже да. Ту финиш. Калории, правда, я набрал неплохо очень. Мне кажется, как после двух больших американских бургеров. Но это того стоит. Тут можно лопнуть. Давайте просто посчитаем тарелки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять тарелок. Будет одиннадцатая. Это будет десерт. Одиннадцать тарелок. Здесь все на троих. Нас трое. Но будьте уверены, если вы придете один, количество тарелок будет таким же. И все это стоит двадцать евро с человека. Приятного аппетита. Не благодарите. Это реально топ-место. Правда. Вот зуб даю. И это место удивило меня, во-первых, своей схемой работы. Потом еще и количеством и качеством еды, а под финал еще и ценой. Так что однозначно рекомендую. Адресо где, где, где? Правильно, в описании. Гирос. Блюдо похоже на турецкий дионер или арабскую шаурму. Переводится это слово как круг или поворот. И по сути является калькой турецкого дионер, также означающего поворот. Но при этом вы не перепутаете вкус гироса с шаурмой. Очень классное такое заведение. Видите? Небольшое. Стоит стул, который говорит о том, что внутрь заходить а-а-а. Сейчас коронавирус. Ценник 2 евро. Hello. Два мужчины. Взрослых уже таких. Которые, видно, сделали не одну тысячу. Миллион, наверное, этих всех. Миллион. Это лучший дионер в Критии. Как вы не знаете? Потому что я имел 3-4. 3-4? Да. В день? О, нет. Ну, только сегодня? Здесь есть один стул. Одно посадочное место. Теряемо займет. Очередь не прекращается. Постоянно курсируют туда-сюда люди. Это говорит уже о том, что по-любому классное место. Сарафанное радио. Все о нем знают. Все приходят. Даже люди из Лондона пришли сюда второй раз поесть. Это о многом говорит. Очередь у этой точки действительно не прекращалась ни на минуту. Наверняка это место есть в каких-то путеводителях, потому что у окошка часто была слышна английская речь. И, как мне сказали, это самая старая точка с гиросами на острове. Его здесь делают уже десятки лет. Ну, по сути, это наша шаурма. Только сверху, если нашу шаурму часто поливают таким вот чесночным соусом, майонезом, это греческий йогурт, я так понимаю. Да. Именно благодаря йогурту Цацики у этой лепешки свой уникальный вкус. Кто не в курсе, это натуральный греческий йогурт с чесноком и огурцом. Его могут есть и с рыбой, и с мясом, и с овощами, да и просто так вот ложкой, без ничего. Пахнет очень классно. Свежайшие помидоры. Помидоры, которые пахнут. Греческие помидоры. Лук. Лук тоже пахнет. У грицы все это тепленько, аккуратненько. Нет никаких пакетов, которые обычно дают фастфудах, когда это приходится заказывать. Две салфетки, лепешка и, собственно, то, что внутри. Да? Я уже не могу говорить, не пошел в рову. А я вот сейчас пробую мясо, я понимаю, что это никакая не курица. Это самый настоящий шашлык, ребятушки. И вот, ну это же не курица. Вот жирочек. Я думаю, что это свинина. То есть изначально вот, когда я только взял ее, привык же, да, наша шаурма с курицей, такое же, такая же светлое, светлое мясо. А вот сейчас я пробую и понимаю, что это свинина. Да, это свинина. Это такой себе шашлык в лаваше. Удовольствие это стоит всего 2 евро. Самое то для экономного путешествия по Криту. Атмосфера супер, еда топчик. Адресов указал в описании. Заходите и отмечайте меня на фотках оттуда. Мне реально будет приятно, что оказался вам полезен. Еще одно место, которое хотел бы вам порекомендовать. Ну, во-первых, те, кто смотрел выпуск о Крите, уже знаком с этим греческим салатом. Вот он, тот самый легендарный греческий салат. Такой же свежий, такой же классный. Прошло 5 минут с того момента, как мы сняли тут дубль. Вот. Я пришел в таверну, которая называется «Фантастика». Фантастика. И здесь все фантастика. Во-первых, вот девушка, которая принимает заказ, это хозяйка этого заведения. Фантастика? Фантастика. Самое главное, посмотрите, какой вид отсюда открывается. Вид фантастический. Правда, погода сегодня не фантастика, такая полуфантастика. Но когда здесь классная погода, когда нет облаков, когда шикарнейший закат, здесь просто потрясающий вид. И вот сегодня я сдаю вам эту точку. Пожалуйста, берите, ловите, приходите и ешьте. Я заказал очень необычное блюдо, вообще не похоже на Грецию. Но я спросил и пообщался с людьми, и вот мне порекомендовали попробовать пасту. Пасту с фета и с свининой. Посмотрим, свинина будет есть свинину, это уже интересно. Даже не интересно, а фантастика. Да, я, конечно, понимаю, что паста это не очень экзотично, и вот никого этим не удивишь. Но меня подкупило то, что даже простую пасту греки решили сделать по-своему. Ну и даже если вы не желаете тратить место в желудке на такое блюдо, то я, честно говоря, просто хотел порекомендовать вам эту таверну, на которую стоит потратить один свой вечер. Практически каждый столик осталось всего два, но я уверен, что минут через 15 они уже будут заняты. Все в резервах. Сейчас расскажу подводку в стиле Орла и Решки некоторых сценаристов. Ну и конечно же все эти люди пришли на шоу. И главный актер в этом шоу – это солнце. Закат. Пасту мне принесли, видите, какую огромную порцию. В Греции вообще, мне кажется, маленьких порций не бывает. Даже если, я думаю, если ты закажешь жюльен, тебе принесут ведро. Я боюсь, устрицы тоже будут вот такие. Хлеб с маслом огромный принесут. Ну посмотрите, просто паста человек на семь. Посыпано это сверху фета зеленью. Большими кусками свинина, вот ну прям большими кусками, вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот. Она типа smoked. Копченая свинина. Очень много томатов. Причем здесь есть, я так понимаю, два вида томатов. И стандартные большие наши, и томаты черри. Вот я вижу здесь помидорчики. Сейчас попробуем. Фета, свинина большими кусками. Для меня это, ну я, если честно, не знаю, как это будет. Но мне сказали, что это безумно вкусно. И ты must have, Андрей, ты это must have. А я сейчас попробую, действительно ли это must have, или это можно обойти стороной. Ну очень интересное сочетание. Помидоры, вот черри помидоры, они более сладкие. Большие эти помидоры, которые стандартные наши, они с кислинкой. И вот за соль отвечает фета. Свинина, я не знаю, за что отвечает, отвечает за мясо, наверное. Но вместе, ну это правда вкусно, это интересно, это необычно. Я бы, например, в Греции никогда бы в жизни такое не заказал. Вот греки вообще не любят быстро есть. Исключение только для гироса. А так, застолье может продолжаться пару часов, за исключением завтраков. Их греки почему-то не уважают. Основной акцент делают на обед и ужин. Наверное, отчасти поэтому размер порции часто рассчитан минимум на двоих. Так что в ресторане можете смело заказывать один салат и одно основное блюдо на пару. Несмотря на то, что я люблю есть, в Греции настолько большие порции, что я не могу осилить все это. Но я всегда ношу с собой бумажный контейнер, куда все это складываю. Почему бумажный? Потому что пластиком я не пользуюсь. Бумажный складываю, а вечером уже на мышу, в отеле, в углу, накрывшись одеялом. Все это доедаю. На Крите миллион различных заведений на абсолютно разные вкусы и кошелек. Поесть можно на каждом углу, глаза просто разбегаются. Но зато теперь, если будете на Крите, вы знаете куда идти. Я надеюсь, что успел ложиться в ваш обеденный перерыв и поспособствовал вашему пищеварению. А вы, пожалуйста, черканите в комментариях, какая из этих трех точек вам понравилась больше всего. И куда бы вы, например, не пошли никогда. А также поделитесь со мной, чего конкретно вам не хватает вдруг в выпусках о еде. Дамы и господа, говорит командир корабля, наш рейс очень жирный и вкусный приземляется. На этом гастрономическое дополнение к выпуску о Крите подошло к концу. Несите счет. Расходимся. Расходимся.